Нужно быть нормально, оп, пардонс, рамочка, мой косяк, да, такое, не страшно. Ну и что, времени полного рейдж-спортс, надо бы определиться, наверное, все-таки со вторым суппортом, но потом уже добирать каких-то игр в сложную, либо в мид-линию, ну, хотя на самом деле тролль против пака, именно в мид-линии, один на один, стоит, по-моему, не очень-то и плохо, то есть он имеет право на крипов, возможно, даже на какую-то агрессию в сторону пака. Все-таки сильный герой, он очень хорошо что-то из сол-линии. Ну и скоро сможешь забрать себе рейдж-спортс, заплетается язык, сегодня уже очень много наговорился, так что сразу прошу прощения, если будет казаться, что я немножечко подустал. Ну да, в принципе, еще такой довольно-таки расслабленный вечер, не слишком поздно, самое время как раз для доты. Но опять же, напомню, что огромное количество стримов, Сталлдер 1, Сталлдер 2 и еще огромная-огромная туча каналов, на которых сейчас, в данный момент, начинают трансляции в квалификацию, команды стоят все меньше и меньше, и вот кто займет последний заветный 16-й слот, по-прежнему непонятно. Ну, напомню, еще завтра точно так же в 18-й слот, собственно, по Москве будет еще один день квалификации, потом еще один день, но 7-го февраля уже мы доберемся до, собственно, финалов. Бестов 5, заруба, также в 18-й слот, 20-й слот по Москве. Ну вот и Бриселбека забрали себе рейдж-спортс, все-таки решили давить. Как мне кажется, ну, на самом деле неплохо, то есть Бриселбек сложную линию против Даззла, Шейкера, ну, в целом, более-менее играбельно. Вот опять же, вопрос теперь к паку, точнее, куда его поставят. Все-таки это соло-мид пак против, не знаю, тролля, либо кого-то еще, кого доберут рейдж-спортс, либо все-таки сложная линия. Лина залетает от проекта. Была уже Лина на квалификациях, по-моему, в первый день Нью Тим против Хард Атак пробовали этого героя, и, по-моему, честно, там не заехала. Не знаю, что будет здесь, ну, кстати, добанили Траксу со Снайпером. Интересный выбор. Не знаю, как это, в принципе, подходит под задумку Project, под первых, как бы, трех героев. Ну, такое, посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, и добанили Батрайдера. Решили, что все-таки героя сложно, наверное, не хватает, тролль будет в миде, либо как-то наоборот, ну, не знаю, вряд ли. Я думаю, что не хватает все-таки соло-мид героя, который будет помогать троллю, помогать Бриселбеку, и, опять же, инициация. Ребятам не хватает именно ее. И, на самом деле, бан Магнус очень четкий и очень правильный, как по мне. Так, да, но, опять же, меня немножечко слышно, чуть тише, чем музыку в паузе, так что можете добавить слегка громкость, и все будет супер. Доту я сейчас убавлю, чтобы она тоже не глушила меня и вас, чтобы все было как надо, и будем смотреть. Последний пик от Рейдж Спортс. Ну, вот забанили Магнус, и, если честно, я слабо представляю, кого здесь можно еще взять именно роль соло-мидера. Если немножко поменять расстановочку и тролля все-таки поставить в мид, тогда кого на роль керри, тоже вопрос, в принципе, наверное, понятный. Слишком жадный пик, я думаю, брать не в интересах именно Рейдж Спортс, потому что, ну, по-моему, они хотят давить минут за 25-30. Не надо что-то агрессивное. Ну, возможно, опять же, что-то фармящее, какой-то суппорт, типа Джекиира, раньше играли, почему сейчас не попробовать. Ну, хотя, опять же, здесь есть Лина, если это будет фармящая Лина, не дай бог, то она будет вливать просто огромные тонны дэмэджа, тем более под шейкера, под пака. На самом деле прокаст очень мощный. Но, одна проблема, БКБшка, и, в принципе, ну, почти что ты, как минимум двух-трех героев здесь у Проджекта Законтрил. Не знаю, получится ли в этот раз как-то быстро собирать все БКБшки, либо без них ребята обойдутся. Поначалу, конечно, прокаст не слишком сильный. Ну, 15 секунд остается, я уже начинаю вздумываться. Нет, никто никуда не потерялся, все вроде в лобби. Так что смотрим. 5 секунд. Быстрее надо определяться, иначе будет лютый рандом какой-нибудь. Это Клокверк. Сложную линию. Ну, теперь вопрос только один. Бризлбека в мид, либо тролля в мид, там, я думаю, ну, большой разницы нет. В принципе, как и тот-тот, будут стоять неплохо на своих ролях, которые, собственно, уготованы, я думаю. Ира и Спортскурс, как они будут играть, что будут делать. Ну, на самом деле, Клокверк очень хорош именно против вот этого противного ворватора Шейкера. Если он будет фокусироваться именно на нем, то какую-то попытку заэхо сломировать всю команду, ну, ее, в принципе, можно просто исключить. Без либо проблем. Ну, и Фантомкой все это дело, кстати, усилили Project 85. Хороший герой. Не спорю. Ну, все-таки придется также покупать какие-то вредные артефакты, что-то наподобие каких-то БКБ, Доминаторов, МКБ. Все-таки там есть тролль, топоры, миссы, замедление, станы, истик флэеры, сайленсы. Ну, неприятно. Очень неприятно. Здесь будет, конечно, Фантомочки поначалу. Но вот сможешь ли она брать? Нужную жирность, артефакты, чтобы все-таки она могла убивать этого троля, этого бресталбека, в спину заколупывать. Что если этот герой разфармится? 3000 хп, огромная туча армора, замедление, магического резиста из-за пайпы. Ну, я думаю, вы знаете. Ну, кстати, пак все-таки в сложной линте будет стоять. А вот в миде пока кто под вопросом. Ну, наверное, все-таки Лина. Да, у нее еще такой тут, собственно. Поэтому билд интересненький. Скорее всего, это будет именно медовая Лина. Опять же, против кого? Против троля. Осмелюсь я предположить. Да, есть небольшая гнусавость в моем голосе, но это погода. Это просто-напросто погода. Так что, не удивляйтесь. Пошел кто-нибудь в контроль рум. Тут, скорее всего, заберет на самом деле без боя. Не стал как-то пак здесь рисковать своей жизнью. Ну, все-таки эскейп пока мало. Либо шист, либо, собственно, арба. Но тут также шейкер забирает уму богатство. В принципе, ему она очень классно здесь езжает. У него, кстати, трекларити, тапок. Интересный закуп. Видимо, все-таки хотят этого клокверка напрягать. Напрягать очень плотно. Тут уже курьер бегает. С одним центром к клокверку. Странная тема. Да ладно. Ну и что, пак против триплы. Против Скоросмейджа, Сайленсом. Против Вингиса, Станом и фыркающего, и харкающегося Бристлбека. Не самая приятная, конечно, будет линия здесь для него. Но и вот так вот. Маркан болты. И в шифтом первого уровня, конечно, очень сложно от них спастись. Но все-таки здесь клокверк. Уже зажал фантомочку. Ну, это какая-то непонятная агрессия. Здесь есть дазл на подсейве. С поизон-тачем использованным. Не знаю, что они хотели здесь делать. Но, по крайней мере, без каких-либо происшествий. Никто не погиб. Был бы обидно, на самом деле. Ну, и Лина в миде против Тролля. Интересно очень. Посмотрите именно на действие на все, как будет происходить именно вот здесь. Вот здесь вот все-таки Тролль против Лины. Необычно, как минимум. Ну, и кто кого. Пока видим Лина все-таки в плюсе. Но, опять же, у него есть очень хорошие обилочки в виде Драгонслейва, которым можно очень хорошо добивать крипочков. Опять же, замениваться ПХП с Троллем. Вот. У каждого свои плюсы. Хотя тычка у Лины, конечно, не самая приятная именно для Диная крипов. Все-таки дистанция огромная, летит медленно. Ну, а Тролль просто подошел по параметрам вот так вот. Ну, и все нормально. Ладно. Клокер. Почти, кстати, третий уровень уже имеет. Очень неплохо. В то время как ПАК здесь по-прежнему половину первого только смог заполучить. Такое себе. Бау, кстати, тут он может подстроить очень серьезно. Выходит два суппорта. Он сейчас тоже с ними строительство. Вышел с Рашпита. Тут же поставил свои Коги. Но все-таки рунку украли. И, кстати, Фиссура, Пойзон Тач. Очень много дэмэджа. Худо! Нет, нет, нет. Здесь очень трудно его догнать. Хотя... Нет, нет, нет. Маны на Фиссуру просто-напросто не хватит. Не получилось у него, конечно, рунку здесь законтролить. Было опасно. Кстати, Скорос Мэйдж. Последний Арканболт. Надо по Берну. Под пересекутся ли. Нет, Лина, конечно, выбирает очень правильное направление. Также здесь уже Шейкер. Есть Даззель. Хорошая Фиссурка. Флэш! И открытый Ферстблат. Да, Даззл. Отличная стяжечка от суппортов. Отличная, опять же, Фиссура. Отличная игра Даззла. Лина, как надо, замансовала. Ну и, собственно, все это в совокупности приносит Ферстблат. А Фантомка бьет крипов. Не знаю, во что она пойдет. Собственно, есть уже тапки, базилка, дефолтный топорик, чтобы было поудобнее стояться на своей линии против крипов и Клокверка. Ну вот, Медасик ли это? Либо что-то без Медасика. Там какие-то тапки, доминаторы, возможно, какие-то БКБшки, что-то подобное. Ну и идти тоже пытаться отвечать на агрессию команды Рейдж. Все-таки я думаю, что Рейдж должны агрессировать с их пиком. Ну вот, опять же, тролль все-таки с Линой справляется, и мы это видим. В принципе, и по Крепстату 9 на 13 преимущество пока небольшое. Но думаю, дальше оно будет только расти. В принципе, предпосылок, чтобы как-то тролль отдавал преимущество, пока нет. Суппорты, конечно, стягивались, но не на ганг тролля, немножко по другому поводу. А вот здесь суппорты у Рейдж, похоже, стягиваются именно тогда, когда это становится нужным. Ну, хотя, не особо. Тут Крепы подпушились, Лина за вышкой. Если здесь стоит Вард, самокисник сплут вот буквально секунду на секунду. Ну и Лина понимает, что суппорты ушли. Видимо, поддал какую-то нужную информацию. И смокганки удался. Я бы сказал, осторожно, начало худо, снова, хорошо, отрезали, вот он регенерацией, Коги. Да ладно, он и все-таки, как он ее мог достать? Парень стоит вот здесь, вот руна регенерации, вот здесь. Неужели там есть какой-то рейдж? Не знаю, на самом деле. Я думал, он ее сломал. Но он ее все-таки задействовал. И причем даже отхилился, на самом деле, ему нечем было сбить. Я говорю про суппортов, мне нечем было сбить руна регенерацию. Ну и по итогу, более-менее. Опять же, Шейкер. Жалко немного парня, все два героя просто огромный потенциал. Но он бегает, он старается помочь, собственно, основным своим кор-героям, типа Лины, Фантомки. Пока, конечно, это получается, то есть контроль он, в принципе, более-менее. Опять же, он помог, собственно, при участии Ферст Блада. Но с уровнем проблема. Третий, тапки, ну хотя, 700 монет сверху, после тапков. Если, конечно, даззель с паком немножко помогут ему по суппорту, там какие-то ворды и еще что-то подобное, то я думаю, дагерок у него не самый быстрый, но к минуте 20-25, я думаю, можно будет его здесь уже увидеть. Не знаю, посмотрим. Кстати-кстати, пак, мана истока на арбу, либо на Сайленс, ну Сайленс, давайте, на самом деле, глупо, и надо разводить. Пошел Сайленс, под Эншен Силом, огромная туча демджа, еще Конкассив Шот, Аркан Болт. Ну, да ладно, выжил. 120 хп осталось у парня. Просто-напросто чуть-чуть не хватило ДПСов в Эншен Сил. Третий уровень, длительность, собственно, минимальная, всего 3 секунды, это не так много. Но это время у Клокверк. Пятый уровень, фукшот будет через Лео. Ну и надо попытаться его будет как-нибудь реализовать. Наверное, все-таки даже в мид-линии на Лину какую-то, как-то Шейкера поймать с Троллем. Ну вот снова суппорты здесь подтягиваются, кстати, на вардах. Лина, может что-то сделать, в него пошел Конкассив Шот, также есть Сайленс. Ну, Вингу видят. Вингу, наверное, должны из отрезать, также подтягивается Тролль, Баби Берн. Что будет делать? Отличная офисурка, также он будет Сайна Тлины, Драгон Слейв, она в Сайленсе. Но Вингу убили. Что дальше? Тролль в руне Инвиза, должен идвать Баби Берна, отвечать, собственно, за своего суппорта. Флэш, Шейкер, нет у него тотема, демеджа, Шейкер, с ручки добивает, это уже минус 2, кстати. Суппортов потеряли, ну и Тролль понимает, что дело дрянь, помочь нечем. Тем более, что и Дазл потянулся на подсейв, ну и по итогу 3-0, шестая минута. Все-таки Project 85 пока лидирует на этой карте. Но опять же, фантломка фармит, у нее топовый КС, к шестой минуте 43 крипа, это очень неплохо. У нее уже есть тапки, базилка, слиперсы там какие-то. Ну опять же, просто для банального удобства, либо потом будет она выходить именно в аквилку. Рейсбенд, там все такое. И будет Убиватор, не знаю. Ну и Шейкер. Почти четвертого уровня уже есть Арканы. Ну, я, наверное, таким, например, скоро заберу свои слова назад. Про бедного Суппорта. В целом, неплохо. В целом, очень даже неплохо. А вот у скоростной же проблемки. Вот у этого парня точно проблема, потому что, ну, Ancient Seal надо бы еще вот буквально уровень 2, чтобы чуть-чуть побольше демиджа магического залетало, ну и, конечно же, чуть-чуть побольше длительности этого Ancient Seal. Фиссурка, хорошо, тут же стан от Лин. Если Дракон Слейф, отлично, Лагуна Блэйдом. Изи фраг, 4-0. Ну, будет ли хоть какая-то звездочка от Рейдж? Вот, собственно, Флэш у нас здесь выходит. У него есть Сайленс, у Пака нету маны, но есть, собственно, Шифт и... Да, да, да. Там еще, вот, эта подруга собрала этого железного робота. Клокверка, она здесь добилась, по-моему, еще Дазла. Был повезен в Пойзон Тач, там какие-то Воевы еще, чисто в помощь. Ну, да, тагерочек, Блинк. Клокверка даже пытался как-то уйти, либо сам уницировал. Я не знаю, что там произошло. Смотрели на Action Stop'е. Но по итогу мы видим, да. В принципе, в миде, на боте, демирующую позицию занимают именно Project 85. Ну, в сложной линии, дефолтный пак, у которого почти сейчас будет уже шестой уровень. Самое главное, что он не умирал, не видел противника. И Шейкер. Должны быть топоры на замедление. Там агавки, хорошо. Также пошли милишные топоры. Батл Трансик. Конкассив Шот. И Скоро Смейдж. Лин его здесь убил, но тролль должен за это отвечать. Вот сейчас должен не прощать. Шейкер. Ну, нет, нет. Здесь уже без вариантов. Пошел по нему Пойзон Тач. Также в разветочку наваливают суппорт. Лин, очередной стан. Клокверка должен давать хорошие батарейки. Тролль уже погиб. И Сурка. Нормально. Худо. Не сможет догнать свою лину. Ну и подпивается банкой. Шейкер. Поймал стол от Винги. Теперь уже в Винге нужно бежать. Есть ли Пойзон Тач? Ну, мана-то есть. Вот только дотянуться к локверку. Очередной хукшот. Видимо, очередная попытка подсейва. Вот в этого парня нужно бежать Пойзон Тач. И попытка телепорта. Ну, телепорт нужно сделать. Время все-таки забрали Вингу. 8-0. Project 85 просто доминирует почти, ну, всю карту, если преувеличивать. Мидза. Очень много демджа уже с Свети Фантомка. Здесь снулось. Странный закуп. Видимо, это барабаны будут. Здесь уже пак. Сорбой. Мидза. Буквально пару тычек. С блинка. А Фантомка добивает, собственно, Бризл Бека. И также на флэш. Ну, куда? Ну. Это просто какой-то разнос. 10-0. Девятая минута. Собственно, по, там, одному фрагу с копейкой в минуту. Я, честно, даже боюсь смотреть графики, потому что... Преимуществ в тысяч пять там, наверное, есть. Одним глазом посмотрим. Да. Чуть-чуть больше пяти тысяч преимуществ, опять же, у Project 85. Ну, и по опыту почти четыре тысячи. И так же они здесь лидируют. Очень хорошо играют. Очень полезная лина. Очень нереально полезный шейкер. Все эти станы. Постоянный какой-то байт противника. Отбежали, подстанили, побили, снова отбежали. Это очень круто выглядит. И, как мы видим, это эффективно. Ну и что, только продолжать. Останавливаться, конечно же, здесь нельзя. Тем более, как мне по-прежнему кажется, таки рейдж брали именно агрессивный пик. То есть, давить надо... Точнее, они должны были давить, как по мне, немножко раньше, все-таки, чем Project 85. А по итогу получилось наоборот. И такое дело отпускать нельзя. У Лины уже есть, собственно, Юл. Буквально только привезти Юзи осталось. Попытка поймать Пака. Пак. Ну нет, нет. Собственно, с одним Скоросмейджем и Бристиллбеком этого парня уже теперь точно не поймать. У него все-таки есть парочка Лавалов, Арба, Сайленс. Также Дримскойла можно кинуться в случае чего. Жизнь важнее, чем эти всякие бесполезные билки. Ну и как-то немножко потеряно выглядит команда Рейдж. Локверк просто ушел в леса. Батаречка подфармливает лесных крипов. Ну, мы видим, да, что тапки, банка, щиточек. И, собственно, больше пока ничего нет. Ну и так же Фантомка. Барабаны, тапки и уже 1300 сверху. Ну, наверное, даже правильный выбор, что не стал все-таки АСД делать не дасик. Драться, драться и еще раз драться. Можно, наверное, купить какую-то Морбит маску. Да, да. Читаю просто игроков. И идти драться дальше. Юл. Кулином наконец-то приехал. Подняли. Стан. Фиссура. Лагуна блогит. В принципе, даже тролля можно с таким прокастом, по-моему, забрать. Конечно, плотный парень. Но скоро там и, собственно, Лагуна блейд будет второго уровня. А демод же там уже шот-75 залетает. Немного, конечно, пока что. Но я думаю, гоним в планах у Баби Берна. И в интересах ему его купить. Ну, портификейшн попытка как-то отбить вышку. Но у Лины огромный рейндж. Шейкер также подходит с тотемчика. Тролль. Отличная игра. Это бить смог. Ну, стелилось огромное количество народа. Но фантомку боятся как-то бить. Не знаю, с чем это связано. Может быть, думаешь, там кто-то сзади стоит. Но, по-моему, всех по линиям видно. То есть, ну да. Шейкер с Линой пока где-то спрятались. Пак особо не прячется. Да, золотом боже был виден снизу. Ну, и вот Тролль. В инвизию. Очередная руна. Очередной, наверное, шанс что-то сделать. И как-то закомбечить. Вчера. Собственно, на втором дне игровом. В квалах. Комбеки были. Комбеки были хорошие. Ну, вот он Саленс. Тропол топоры. Батл транс. И ракетки. Ракетки пошли миссы. Ну, нет. Здесь, конечно, ее убьют. В размен вытемления не получилось. Ну, первый фраг. Собственно, счет. Ребята из Рейдж размочили. Уже неплохо. Ну, и получили за нее тоже много. Там, 1100 золота. Полторы тысячи опта. На брата все так ровненько поделилось. По чесноку. Ну, вот загуляла. Можно было, конечно, и не отдаваться. Я думаю, это и понятно. Ну, да ладно. Выбор, конечно, его. Вот он Юл. Вот он Тайминг-Гавистан. У, еще Эхо Слэм не пожалели. Ну, да ладно. Их право. Минус еще Бристлбек. Скорость Мэйджа есть шестой уровень. Есть, наконец-то, Мистик Флэйер. Ну, и надо, наверное, лететь в Дефанс. Тем более, тут Фантомка резнулась. Ну, хотя здесь есть Тролль с ДД. Поэтому против этого парня уже с ДД не особо приятно драться. Но зато есть Винга. Есть Юл. Есть Стан. Есть Лагуна Блейд. Думаю, не пожмут. Да. Соло фраг, грубо говоря, для Берна здесь. Без каких-либо проблем. 12-1. Ну, да. Вот он, Доминатор. Мег, кстати, у Бристлбека. Интересный выбор артефакта. Я думал, это будет какой-то Кримсон. У него там появляются какие-то Баклеры, их адрески. Я думал, он будет раскидать все по артефактам. Соберет все-таки привычные, наверное, многим любителям ДОТ именно Кримсоны. Именно Вангварды какие-то. Пайпы. Ну, нет. Тут Шейкер. Фиссуркой. Неплохо отбился. Но теперь у него нет их Аслама. Тут формиант на стаканхеншетах именно для Бристлбека. Пошла, похоже, драка. Гу, Тролль. Залетел. Нет, нет. Боятся все-таки Рейдж. Но почти все ультимейты у Project 85 есть. И они реально имеют право залететь на хайграунд. Тут можно поставить. Отличный Дримскойл. Ну, как минимум, по двоим, по троим ключевым героям. Клоквер. Залетел. Хорошо. Хукшотик, Стан Винги. И тут же, собственно, пошел в фокус. Мистик Флэр не самый лучший. Пацанинцам не слишком много. Мы же здесь питали. Фантомка там влетела. Неплохие Коги. Ну, потеряли Тролля. Это минус 2. Просто ни за что. Ой, Митса. Беда, печаль. Пойзон Тач. Огромная туча замедлений. Спину, конечно, бить неприятно. Пытается выжать под Мекой. Но, я думаю, его не отпустят здесь. Ну, хотя... Тут нафыркал знатно. И все-таки его здесь оставили в живых. Но, опять же, минус 2 без вариантов абсолютно. Тролль погиб. Очень грустно и печально. Собственно, вся команда находилась именно вот здесь, вот на хайграунде. Один тролль пытался как-то вот с этих кустов что-то вот здесь вот наделать. Как-то внести ДПС, расхараситься с противниками. Ну, собрали его очень быстро через ультимейт Лины. БКБ там... Ну, хочет БКБ, конечно. Огроклаб у него есть. Но, собственно, до полного БКБ ему надо 2000 набрать. При такой игре проблематично. Я думаю, можно уже и Нетворса открыть. И, да. 8500 у нас Фантомка. 8200 Лина. Дальше Бриселбек. 5300. Потом пак 4500. И только потом тролль на сотню от пака отстает. Это 4400. Ну, 4500 уже добрал. С крипами в виде. Это немного, кстати. Посмотрите на Нетворс Шейкеры. Суппорт, про который я говорю, что у него могут быть проблемы с фармом. Там и все что-то подобное. Имеет Нетворс, который на 700 монет всего отличается от керри героя команды Рейдж. Да. У него уже есть даггер, арканы 2.06. Хаслэм. Восьмой уровень. Суппорт себя, в принципе, здесь чувствует очень хорошо. Ну, и Даззл тоже, собственно, не бомжует. Точно такой же левел. Тоже хороший кеда 1.06. И, похоже, это попыточка очередная заколупать тролля. Фантомка пошла. Будет блинк. Я думаю, будет и даггер. Ну, хотя... Так же два суппорта рядом и здесь у команды Рейдж. Ну, и не пошли. Понимают, что тут не чисто. Стоит отличный вар. Просто ребята их видели. Все отлично понимают, где находятся. Вот еще и Клокер здесь спалился на Вижне. И отлично гудеет информацией здесь. Команда Project 85. Клокверк. Не самый лучший хукшот за эту игру. В целом он не промахивался. Но вот тут вот, конечно, Брожье его дало. Не на большую исечку. Да ладно. Лина. 700 монет Даганима. 950 чистого дэмэжа на 16 уровне. Это нереальная боль. Ну, Скоросмейдж, я думаю, вы понимаете. Да? 630 хп. Там его эти в драке. Ноль армора. Вообще ничего не решают. Фингаж 600 хп. Тоже, в принципе, ничего не решает. Тролль 1300 хп. Ну и Бристлбэк в целом. Ну, Клокверк еще переживет там. Один удар. Вот, собственно, нашли тролля. Фисурка немножечко не тайминговая. Но в остальном и целом все супер. Тролль здесь без вариантов погибает. Еще и Фантомка получает враг. А вот у этой подруги БКБ будет. И БКБ будет намного быстрее, чем у тролля. По-прежнему только у Горклаб нет. У кого рецептика. А здесь только и Митрилхаммер остался. Это 1000 монет. Ну, Клокверк будет. Нет, нет, нет. Глупо нажимать тихо к шоту. Врваться без тролля. Плохая идея. Плохое предложение. Глупая мысль. Да ладно. Ну и что, твера потихоньку падают. Остались только тир-2 тверази, собственно, у команды Рейдж. В то время как у Project 85 стоят все вышки. Причем они особо даже не коцаны. Там 1200 хп, там 1000. Огромные проблемы. Огромные проблемы у Рейдж. 12 тысяч преимущества на 19-й минуте по золоту и 10 тысяч по опту. Если делать камбэк, то, как мне кажется, только при заходах на хайграунд. Как-то грамотно. Ну, хотя, опять же, чем? Просто-напросто чем? Какой-то фокус к Локверкам? Каким-то спреям? Еще что-то тролль? Где он просел опять так больно? Опять прокаст? Да, просто очередной Юл, Драгонслейв, Стан, Лагуна Блэйд. Даже без Юла разобрались. Огромные проблемы пак. Дримсколл, Шейкер, отличный. Хаслайм Патрым, это моментальный минус. Все. Собственно, два героя погиб. Остался такой вот этот жесткий Бриселлбэк, который с клакой. Небольшой все-таки магический резист у него здесь есть. 18-1. Такое ощущение, что, ну, откровенно, боты. Не в обиду, конечно, команде Рейдж, но ребята просто выглядят какими-то потерянными. Нашли там, подняли, убили. Нашли там, подняли, убили. Ну и вот, собственно, Бэйберн позволяет себе такую, ну, откровенно говоря, наглость. Клакверк, залетел. Хорошо, с Кукшотика пошли батареечки. Ну, на позже сделать телепорт. Близи здесь продают. Ну, опять же, вышку забрали. Остался последний Тир-2 Тайвер. Размен в одного суппорта, это не слишком критично. И, я думаю, можно это позволить. Ну, хотя, опять же, за суппорта полторы тысячи, почти две тысячи опыта. Слишком уж нечестно. Да ладно. Тут потихоньку падает Рошан. Вижу, ну, здесь у ребят из Рейдж есть. Также стоит очень неплохой Сентрик. Так что, я думаю, они примерно должны понимать, где находится их противник. Но заходить сюда, это, наверное, подписывать себе гудгейм уже. С таким преимуществом драться против такой фантомки. Неприятно. Очень неприятно. Бристлбек. Ну, вот, пак просто позволяет себе вот это вот. Залетел, бьет крипов. Что с паком? Видимо, какие-то проблемы у него там с интернетом. Залагал. Нажал блинк и вылетел. Странная ситуация. Но на самом деле, в принципе, выжить он здесь может, если его грамотно подождут. Не будут там торопиться куда-то. Просто Shift, Silence. Улетел с арбы. Да, хп станется мало, но... Улетит какой-нибудь сюда вот в кусты и нормально будет. Все с ним. Да, опять же, я напомню. Все-таки матчи у нас в квалификации играются в Best of 3. Так что это не последняя игра. Как минимум, где мы сегодня с вами посмотрим. Ну, и пока все это на самом деле очень быстро игре. 20 минут. Там, плюс пики, минут 6. Не слишком много. Но игра в целом, конечно же... Одноклиточная, но интересная. Естественно, что посмотреть. Чтоб не сухой. Там не 5-2, не 5-3. Ребята пытались что-то сделать. Рейдж, в принципе, тоже пытались как-то инициировать поначалу. До минуты 10. Были какие-то попытки от суппортов. Клокер, по-моему, даже стягивался. Троль там где-то бегал. Ну, ребята пытались. Но, пару удачных врывов от шейкера. Неплохие фсурки. Отличные мансы от Лины. На пол хп там с банкой она отпивалась около топ-руны. Ну, вот эти вот минуса. Минуса привели как раз к такой вот неприятной ситуации для рейдж. Ну, что ж, там с паком вообще происходит. Я думаю, он быстро решит проблемы. Неохота там какие-то длительные паузы, еще что-то. Да, все. А он здесь. Отлично. Ну, и все-таки должен он здесь выживать. Silence, Arba, Shift и Easy Save. Камеру так, наверное, поднять поудобнее будет. Все-таки там иконка паузы. Она, конечно, вымораживает здесь. Ну, вот Silence, Arba, Shift и улетели. Хотя, нет. Clockwork, Hookshot. 10 секунд кулдауна не пошли. И, вы знаете, скатся впечатление, что рейдж реально не знает, где находится противник. Там, блин, снова нашла эту Вингу. Вингу, понятно дело, убила с аганимом. Там 700 с копейками. Ну, шот 75 чистого урона. И вот он, первый шан. А ягису Фантомки. Полторы тысячи сверху. Нетворс у нее почти 12 тысяч. Лина ровно 12 тысяч. Даже уже немножко больше. Огромный перефарм. Просто огромнейший шейхи. Ну, и, понятное дело, на последнюю сторону. Последняя вышка, она очень сладко и манит деньгами, которые можно за нее получить. И, понятное дело, ее вот здесь, наверное, даже этот без боя. Потому что последний шанс как-то рейдж отбиться, какие-то варианты, это именно диффенс. На своей базе за Т3, за Бараки, через Байбэк, еще что-то подобное. Ну, шейкер. Парень с гемом. У него есть даггер и второй уровень их ослэм. Все ультимативные способности у ребят готовы. Также есть пак. И просто ждем инициации. Уже камеру, наверное, можно так вот повыше поднять. Ну, прилетает сюда, собственно, троляка. Формил он там на топе. Немножко отпушивал с линии, чтобы поудобнее себя чувствовать после драки. Там, чтобы не падал сразу в несколько сторон. Ну, и похоже, что ребят отходят. Решили подтолкнуть все три стороны, а потом уже нормально по-человечески заходить. В принципе, правильное решение. Торопиться никогда не стоит. Тем более, в ответственных играх. Все играется в сингл эллиминейшн. То есть, програмша команда вылетает, к сожалению, в принципе, из квалификации. Никто не говорил, что будет просто. В пятером, в смоках, в фантомке нет. Также тут здесь дазли. Могут быть огромные проблемы. Здесь упорщик 85, если удачно зайдут. Если будет хороший хукшот, просто все шансы для рейджа здесь есть. Увидели пака. Ребята здесь поняли, кто где находится. Но как-то потерялись здесь. Стоят в центре. Не знают, кого бить. Собственно, тут нашли лину. Лину хотели. Лину не смогли убить. А вот пака нашли. Пак. Что это за шифт такой был непонятный. Потапил до римской. И тролль его убивает. Пришла фантомка. Залетела. Пошла БКБ-чика под пайпой. Башек. Шейкеры. Хаслэм. По-троим залетает. Но там все-таки половина дэмэджа ушла в пайп. Поэтому не слишком много ДПСа. Но фантомка наваливает. 10 секунд БКБ. Тролль ничего не может сделать. Критый по 450. Очень много ДПСа. С блинка он его добирает. Вот он, собственно, фукшот. Но уже минус 3. Потряли только одного пака. Вот он, собственно, погибший Даззл. Два кор-героя. Два крита. Блинк. Обычный блинк. И это тимвайп. В размен на, собственно, хардлайнера. Суппорта. Но. Я думаю, тут даже показывать нет смысла. И так понятно, для кого в плюс это драка. Ну и надо разводить на байбеке. Фантомка живая. Аегис цел по 4000 с собой. И потихоньку-потихоньку ковыряем Т3 вышку. Ну, одна, конечно, не отобьет линию. Очень это трудно сделать. Тем более, левел тоже особо к этому не предрасполагает. Ну и вот так вот. Т3, скорее всего, упадет. Ну, аегис попадает через 2 минуты. Можно подраться еще раз. Не обязательно даже именно на топ-линии. Мид, ботом. Собственно, без разницы. Потому что по всем трем линиям, как мы видим, крыльбы подходят. Здесь, причем с катапульта. И здесь, в принципе, тоже с катапульта. И просто все. Для Project 85 готово. Зайди да возьми. У Лины есть третьимый торп. Что это будет, мне ясно. Но я все-таки надеюсь, что это будут какие-то привычные скади. В полезные скади, которыми она будет еще больше фокуса давать именно по противнику и его убивать. Ну вот, собственно, Юл. Тролль. Пока, брат. 956 демеджа. О май гад. 1107. Лина, что же это происходит? А есть ли бэйбэк у парня? Нету бэйбэка. Он купил с Симметрилхаммеру. Очень-очень парень бэкбэ. Понятное дело, Лина просто страшно с ним и сегодня будет сниться. Но вот не получается. Не получается, собственно, даже просто нафармить бэкбэ. То, о чем я говорю, на самом деле, тут в начале игры. Ну, это был субпорт Скорсмейдж. Один крит бэкбшка, Блэдмейл. Худа. Фиссура отличная. Телепорт. Будет ли башек. Лина отличный стан. Телепорт бивает под пайпой. Очень долго он здесь погибал. Бэкбэк от Скорсмейджа. Бэкбэк от Клокверка. Ну, сторону здесь добьют. Собственно, это и в интересах команды Project 85. Разменяться на Aegis. Aegis будет там еще около минуты действовать. Так что АСД может прыгать дальше Скорсмейдж. Два крита минус. Барак очень битый. Его добивают в Юл. У нас летает Бристаллбэк. Отличный тайминговый стан. Шейкер. Тотемчик. Минус. Вив. Это не игра. Это просто разнос. Тут же пошли на вторую линию. На вторую сторону. Мид. Колупать. Ну, Aegis скоро упадет. Возможно, буквально в секундную секунду. Так что, наверное, все-таки надо по своего вес играть. Отойти. Там есть Тихослэм. Forstaff Dagger. Забыли про то, что я говорил только что. И просто продолжаем агрессировать, собственно, команду Rage. Вот. Это был суппорт Винга. Телепорт там, собственно, по-моему, Бристаллбэк просто-напросто отменил. Да. Не знаю, с чем было телепордироваться. Ну, и вот он тролль. Фантомка на него прыгает. Пошли топоры. Месты, конечно же, работают. Ну, от Laguna Blade. Пошла Мека, также Пай, Бристаллбэк, здесь, конечно, сейвит. Но от критов в 900 дэмэджа здесь не засейвишь. Бербер, неужели это будет первая смерть? Пошли, собственно, тут Грейф от Дазла. Отличный тайминг. Шейкер. Пак. ГГВП. Это можно написать только двумя буквами. Собственно, Rage их написали. Ну, Мидс, это последняя смерть. И 34-5. Через заканчивость у нас первая игра именно с таким счетом. Прошли 85 буквально в одной игре. И будет у них победа в Best of 3. И они будут, собственно, уже в одну четвертую. Ну, я, наверное, все-таки тороплю события. Продолжим мы буквально через, там, 5-7 минут. Ребята перекурят. Собсулю что-то как. И мы вернемся на вторую карту. Никуда не уходить. Продолжение следует.